что такое с точки зрения эзотерики психические расстройства можно ли такому человеку как-то самому выйти из этого состояния очень сложный вопрос вот такой все объем вещи или все объемный такой вопрос и с позиции эзотерики действительно бывают три принципа эти три принципа звучат так первый принцип читается на эзотерическом плане что жизнь человека в оболочке энергетической то есть если убрать физическое и все телесное что находится в мире то останется душа считается что душа она находится на уровне сердца или на уровне груди и душа это самое важное что есть у человека сверху над человеком поля высших сил которые светлые которые отвечают за то чтобы у человека происходили хорошие события внизу находятся поля темных сил которые отвечают за то чтобы у человека были омрачения там находится там астральные существа люди которые были негодяями которые попали туда в чистилище и так далее вот когда у человека по каким-то причинам происходит разрушение энергетического кокона в нижней части его тела то через эти места в его энергетический кокон проникают вот такие души умерших или голодные духи потерявшие самоидентификацию или астральные существа и как это происходит человек живет и вдруг внезапно в его голове появляется какой-либо негативный разговор это может быть голосом чужим мат или там крик или ржание лошадь или еще что-то самый простой метод когда человек еще как бы не подвергается внедрению такой энергии ясновидящие видят психическое заболевание человека как две огненных точки или это называется по-другому светящийся глаза то есть гарантированно если у человека светятся красным или светятся как две сигареты глаза нужно определенным образом просматривать то человек сто процентов является человеком психически нездоровым в нем находится сущности такие сущности убираются каким образом их нужно выталкивать из себя то есть если вы определили откуда вы идет разговор мысленно не вслух нужно эту сущность послать сказать ты не мой голос ты не мое сознание пошла ты или пошло ты оттуда другой вариант этого всего это есть такие есть китайская система китайцы считаю что когда у человека между ног начинает светиться белым светом то это является энергетической пробоиной через этот дух белый заходит тоже человека есть еще альтернативные теории считается что грибы которые живут на планете земля обладают разумом под землей они между собой связаны и влияют на астральные поля создавая внедренческие элементарии которые вникают или проникают человеческое существо выдавливая его осознанность и и так далее борясь за его душу осознание мозги находятся в голове голова в ней происходит пробой на человек очень сильно мечтает существует физиологические проблемы это когда человек очень высоко поднимает глаза и очень сильно мечтает о чем-то или очень опускает глаза вниз и драматизирует и чувствует угрюмость и депрессию и так далее это такой некий физиологические принципы распознавания людей со склонностями к психическим каким-либо заболеваниям есть кармические еще прегрешения которые делают человека психически больным кибетском буддизме говорят о 23 у трех духах и так далее я практикую длительное время работу с физически больными людьми и могу сказать что действительно существует определенные методы которые могут помочь психически больным людям справляться со своими заболеваниями сейчас их к сожалению вам не могу здесь давать но есть мной записанный семинар он называется он называется устранение там порчи с глаза устранения порчи с глазом и там насколько я помню три части там я рассказываю 27 классах духов о том как это необходимо убирать там и даже рольфинге очках то есть в общем очень большое количество информации самый простой способ убрать из себя физическое заболевание случае если вы это ощущаете чужой голос или нервные состояния или что-то что возжимает это выбрасывать из себя или выдавливать из себя и при этом посылать также помните я говорил об этих трех словах которые устраняют у человека страхи депрессии панические атаки это трясы из теплового и при путах помните наверно диана